На вокзальной площади сразу несколько объектов культурного наследия. Это и само здание железнодорожного вокзала, и два жилых дома, выполненных в стиле сталинского классицизма, и монументальная композиция молодым революционеркам текстильного края. Все это региональный комитет по охране объектов культурного наследия решил объединить в достопримечательное место муниципального значения. По своей сути все эти три объекта формируют застройку вокзальной площади, которая играет одну из центральных ролей в жизни нашего города и отражает развитие архитектуры на периоде с 30-го по 70-е годы. Кроме того, в границы охранной зоны попали мозаичное панно на фасадах административных зданий железнодорожного вокзала. Яркие примеры советской монументальной пропаганды середины 70-х годов. Авторы – известные ивановские художники Евгений Грибов и Марк Малютин. Заслуживают внимание и многоквартирные дома, в которых жили рабочие ивановских фабрик. Дом, который находится за этим памятником, его строили руководители, тогдашние руководители фабрики Варенцовой и Балашова. Директором фабрики Балашова была Антонина Ивановна Курчакова, такая известная женщина в то время. Она возглавляла фабрику с 1967 по 1989. Именно она провела реконструкцию. И тогда были выделены еще деньги на строительство этих домов. Фабрики сложились вместе и получился дом для сотрудников, инженеров, передовых рабочих. И вот именно на этом доме была написана такая растяжка мощная, я до сих пор помню, Иваново, родина Первого Совета. Эксперты подчеркивают, что сегодня вокзальная площадь – это сборная солянка из разных стилей, а главное – разных эпох. Именно здесь можно проследить, как развивалась архитектурная мысль последние сто лет. После получения нового статуса, достопримечательного места, нормотворчеством займется Ивановская администрация. В мэрии должны утвердить требования к градостроительству и режим землепользования в пределах охранной зоны. Именно тогда мы поймем, что можно строить на территории достместа, что нельзя, допустимы временные постройки, недопустимы, каковы режимы использования земельных участков, каковы требования к вывескам и рекламным конструкциям, которые допустимы в границах этого достопримечательного места. Благодаря новому статусу вокзальной площади все изменения будут вноситься под жестким контролем Комитета по охране объектов культурного наследия. Предложение «Стрелки» вновь переделать площадь после недавнего ремонта, скорее всего, уже не найдет поддержки ни в мэрии, ни у горожан, ни в том же профильном комитете. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.